всем привет мальчики девочки у меня для вас отличная новость сегодняшнего дня я гадаю по бровям интересно как бы отреагировали мои дорогие подписята если бы узнали такую новость наверное писались бы просто смеялись знаю что я так шучу на самом деле вопрос очень интересно все дело в том что однажды я увидела одного у одной видео блогерши такое заявление что я могу очень многое сказать о человеке по его бровям мне вначале стало очень конечно смешно но как-то на днях я вспомнил это выражение и задумалась но наверное все таки если девушка так говорит то то на это и есть определенные причины поэтому давайте вместе разбираться а можно ли гадать по бровям и что могут бровь другого человека рассказать о нем да первое что я подумала я вообще сейчас вам расскажу своих четыре предположения которые у меня появились но тем не менее со временем рассуждая здраво я поняла что все это фигня конечно по бровям гадать нельзя первое предположение которое у меня появилось это то что по бровям можно сказать ухаживает девушка за собой или нет да начале кажется что какое-то рациональное зерно есть если брови в хорошем состоянии они окрашены ощипаны там на них татуаж то скорее всего есть девушка действительно за собой ухаживает потому что если девушка за собой не ухаживала то у нее наверное были бы такие страшные кустовые какие-то до заросшие брови но это предположение тоже отвергаю сразу почему потому что давайте представим такую картинку девушка вообще такая соска красивая вообще с такими вот нарощенными ресницами до подводка тут хайлайтер румяна контуринг губы как надо волосы одета красиво ужасный бровь вообще можно такое представить нет мне кажется если человек если девушка ухаживает за собой то она ухаживает в целом или наоборот давайте представим картинку наоборот девушка такая засранка вся сидит за саленными грязными волосами у нее под глазами мешки желтые зубы угревая жирная кожа зато идеальные брови если мы наверное увидим такую картинку то это какой-то диагноз скорее да она зациклена почему-то только на этом это мне кажется случай какой-то нездоровый его рассматривать мы тоже не будем поэтому если все таки девушка мало-мальски хотя бы даже мало-мальски ухаживает за собой то она ухаживает в целом я думаю что нельзя ухаживать как-то локально да левый глаз там правое ухо на брови если она ухаживает за своим лицом то она ухаживает везде и за брови и в том числе поэтому просто судить по бровям и сказать что вы если вы увидели нормальные брови то сказать, что девушка с собой ухаживает, нет. Мы говорим в целом о лице, в целом об образе. Следующий вариант у меня был, это девушка следит за модой. Да, наверное. То есть в определенном периоде времени мода бывала разная. Бывала мода, наверное, и на густые брови, и на брови ниточкой, и на татуаж. Но опять-таки отсюда вытекает другой пункт. Третий, который мне пришел на ум, это то, что у девушки есть деньги. То есть, чтобы даже мало-малетики ухаживать за бровями, чтобы хотя бы их накрасить карандашом, пусть и самым дешевым, нужны деньги. Для того, чтобы их накрасить каким-то нормальным средством, купить тинт, например, от Мэйбелин, ужасный, который мне не понравилось, или чтобы сделать татуаж, на это нужны деньги, хорошие деньги. Но представим такую ситуацию. Девушка следила за модой. И в моду вошли так называемые брови ниточкой. Она, как самая главная модница, и у нее на тот момент еще были деньги. Правда, это самое главное. Она на тот момент сделала себе брови ниточкой, ходила себе такая модная. Но потом, бац, и финансовое положение ее резко пошатнулось. Оно резко пошатнулось, и девушка это уже не может позволить себе другие брови. Хотя она знает, следит за модой. Она знает, что надо сделать так, надо сделать чуть пошире, поярче, может быть. Или другая ситуация. Девушка очень хорошо следила за модой. И когда появились вот эти модные кабинеты по татуажу, она пошла и к неумелому мастеру, но очень хотела быть модной, пошла к неумелому мастеру, начинающему, который только открыл этот кабинет, и сделала себе татуаж. И результат на лицо у нее получилось все такое удивленное, брови ей набили плохо. А потом тоже раз, и все. И вот временные финансовые трудности она испытывает, и пока не может себе эти брови позволить свести и сделать другие. Хотя она прекрасно знает, что это не модно, что это удивленное лицо ее только портит, что это некрасиво. Но она не может себе позволить, хотя она модница, хотя она может быть там делать прически себе какие-то современные, красивые, я не знаю. Но она не может позволить себе у нее, потому что просто тупо нет денег. Поэтому пункт следить за модой мы тоже вычеркиваем, потому что он очень сильно зависит от наличия финансовых средств. Наличие финансовых средств мы уже с вами разобрали, но мне кажется, что бывают девушки, у которых полны-полно денег, но они не заморачиваются по поводу своей внешности. Даже если говорить о тех же американках, вот вся наша красота, которая считается, что русские девушки самые красивые, я думаю, это всем известно во всем мире, но все дело в том, что сами американцы, они, допустим, говорят, что мы красимся по любому поводу, даже чтобы выйти в магазин, чтобы выкинуть в мусорное ведро. Наверное, поэтому русские девушки считают самым красивым. Правда. Куда бы ни пошли, везде накрашенные, напомаженные, как будто у нас юбилей, хотя даже это будет просто обычный письменный день. А другие не заморачиваются над этим, они ходят как хотят, у них есть деньги, они могут на два момента сделать себе татуаж, брови или там еще что-то, просто они не делают. Это не говорит о том, что у них нет денег, да. Поэтому этот пункт я тоже вычеркнула. Потом еще один из пунктов, высосанных из пальца, наверное, это все-таки, я подумала о том, что эта девушка здорова, да. То есть, если девушка больна, она, наверное, не будет ухаживать за своими бровями, есть определенные заболевания, да, там, не знаю, онкология, да, когда волосы все выпадают и брови просто нету. Есть наверняка какие-то калечащие ожоги, которые тоже бывают на лице у людей, и волосы в этом месте просто не растут, да. И я думаю, что тогда, конечно, какой моде, о каких бровях может вообще идти речь. Хотя, с другой стороны, даже если девушка лежит в коме или не может пользоваться руками, допустим, у нее там паралич какой-то, но, скажем так, у нее достаточно средств, она может нанять себе вполне сиделку, которая будет у нее это делать, может даже сделать ей красивые брови. Поэтому наличие здоровья мы, наверное, тоже вычеркиваем. Если подытожить все, что, все то, о чем я думала, да, вот эти бровиные гадалки, это все ерунда, на мой взгляд. По бровям нельзя не сказать абсолютно ничего, кроме того, что они и есть. Всем удачи! Но если у вас есть другое мнение, если вы нашли еще какой-то пункт, как можно погадать по бровям, спрашивайте свои комментарии с удовольствием. почитаю и, возможно, снимем другой ролик, где мы будем гадать по бровям вместе!